Всем привет, мои хорошие! С вами Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать торт маминого приготовления. Вот такая вот красота! Ссылочка будет внизу, обязательно переходите, готовьте вы тоже. Я со скоростью света просто смонтировала это видео. И давайте создадим, как всегда, романтическую атмосферу. Я вообще люблю свечи, особенно ароматизированные. Надо бы купить других цветов тоже. Эту свечку мне подарила подписчица. Было реально безумно приятно. Такой подарок она мне сделала. Если вы не видели это видео, я вам оставлю внизу. Переходите, смотрите. Я была просто шокирована. Сегодня утром встала и думаю, что же интереснее его посмотреть. Я помню, что все детство папа что-то говорил вечно про Саддама Хусейна. И я даже не знала, что это за человек. И вообще историю, почему его повесили и все дела. Но, слава богу, есть и YouTube, где можно всю информацию получить, несмотря на то, что давно это было, недавно. Мой день начался как раз таки с просмотра документального фильма. Раньше, честно, мне как-то плевать было на политику. Да и сейчас тоже особо я не вдаюсь в подробности. Ну, какие-то моменты. Реально очень интересно. Я посмотрела этот фильм от начала до конца. На YouTube вообще много всяких документальных фильмов. Связанных и с биографией каких-то писателей. Связанных и с политическими какими-то междоусобицами. Я когда поступала в универ, то есть у нас был такой предмет, как история. Мне реально очень лень было сидеть и читать это все. В общем, я хотела знать, кто кого там замочил и все дела. Я просто заходила на YouTube, смотрела какой-то документальный фильм или обучающие материалы. Супер экономила время. А потом я брала это видео, сохраняла. Кстати, в YouTube есть настройка, можно видео сохранить прямо в YouTube. То есть, если нет у вас интернета рядом, вы все равно можете смотреть это видео без интернета. Я просто по дороге, когда ехала к учительнице по истории, я просто смотрела в автобусе этот видео, ролик. Хоть я прям даты не знала, но хронологию событий я уже знала. Это очень удобно, ребята, если у вас тоже есть такая проблема, что вам лень просто сидеть с книгой. Мне проще посмотреть какой-то материал, чем сидеть, читать. Во-первых, у меня плохое зрение. Кто не знает. То есть, у меня именно плохо видит один глаз. И когда я много читаю, или много сижу за компьютером, например, но хуже всего на меня влияет именно маникюр и прочтение книги. Почему-то от телефона и от компьютера я не чувствую, знаете, такой вот вред. То есть, например, я делаю сама себе маникюр, я встаю, я вижу, что я очень плохо вижу. То есть, у меня получается один глаз начинает работать за два, потому что этот, у него синдром ленивого глаза. В общем, по возможности, я стараюсь не напрягаться. Конечно, это легко можно исправить, сделать операцию. Но пока я морально не готова к этому. Но если я буду делать операцию, я обязательно буду снимать для вас видео. Обязательно. Если, возможно, будет и сам процесс вам засниму. Если такой возможности не будет, то просто... Поэтому... Ждите. У нас был одногруппник, он очень плохо видел, прям до такой степени, что, например, по коридору ты идешь, и он мог тебя не узнать. Но проблема в том, что он очень комплексовал и не хотел носить очки. Сделал операцию, и сейчас прям супер видит. Но, на мой взгляд, любое вмешательство это не есть хорошо. Я всю жизнь считала, что у меня очень классный нос. Вот реально. Я считала, что он идеальный. Тем более, учитывая то, что я кавказская девушка, у меня такой аккуратненький носик. Но после того, как мне начали писать комментарии, что, Айка, у тебя сейчас нос, который смотрит вниз, а сейчас модно нос, который смотрит вверх. И я согласна с вами. Он у меня уголок падает вниз. А сейчас у нас все медики, они делают нос, который вот так вот немножко смотрит вверх. Какой тортик вкусный, ребята. Очень вкусный. Как же просто нежнейшее. И вот появилась у меня такая мысль. Потом думаю, да ладно. А вдруг будет еще хуже. То есть цель именно уменьшить нос у меня нету. Я просто хочу, чтобы уголок смотрел вверх. С какой темой мы перешли, на какую, господи. Я никогда не планирую, о чем я буду говорить в видео. Что мне придет на ум, о том и говорю. Надо научиться любить себя. Но у меня, если честно, после просмотра, например, инстаграма какой-то инстагерл, у меня сразу появляется желание, что вот надо тоже что-то поменять. И в этом плане у меня парень, он вообще такой, знаете, паникер. Он такой сразу, вот. В той-то клинике умерла девушка в таком-то году, когда была аналогичная операция. А где гарантия, что с тобой что-то не случится? И начинается. Начинается просто лекция о том, как нужно жить. что я вообще распоясывалась, что это просто ужас. Меня раздражает моим парнем, что он просто легко может удалить какую-то историю из моего инстаграма, если нам, например, ему не понравится. У меня была история в инстаграме. Я, в общем, пошла вниз за Макдональдсом. У меня кофта была вот так вот. Точнее, это не кофта, это было платье. Я, получается, на область, где кофта у меня в руках пакет от Макдональдса. Меня совершенно не видно и просто на минутку кажется, что я голая и просто придерживаюсь этим пакетом. он распсиховался, взял, удалил эту историю, предъявил мне, что вообще-то распоясалась, уже невозможно, прям обнаглела. Ужас, мужчинница. А я говорю, блин, я сижу на мукбанках, тоже вроде бы у меня, например, плечи открыты и такое ощущение, что я сижу голая. И что теперь удалять эти мукбанки? В общем, иметь ревниевого парня это очень-очень тяжело. Приходится многие моменты. скрывать или просто отказывать себе в каких-то моментах. Давайте еще один кусочек с хомячем. Очень вкусный тортик, но, естественно, я все это, конечно, не съем. Не только потому, что я не смогу физически это съесть, а просто потому, что домашнее тоже должно покушать. Но для красоты этого тортика я должна была вам показать, как красиво получилось. Вот в таких ситуациях у меня брат такой ты не слушай ты его. А что он тебя предъявляет вообще? Чу! Что-то он тебе какой-то древний. Крас quarantine у меня очень современный. Чересчур современный. Мне кажется, если я брату скажу, что я хочу на лбу себе татуировку, Он скажет, отличная идея, что будем набивать? Давай бабочку. То есть он немножко такой без тормозов. Ммм, вкусно. Очень вкусно. Обычно я ядовик, там Наполеон, подобные тортики не очень люблю. Во-первых, здесь использован не маргарин, а натуральное сливочное масло. О, забыла, как называется. А когда вы кушаете, это прям чувствуется. Вообще непонятно, вот эти магазинные тортики, что они туда добавляют. Сказал человек, который каждый день кушает Макдональдса. Да здравствует здоровое питание. Я на самом деле рада, что у меня такой брат. Здесь у меня был бы брат, который мне все подряд запрещает. У меня бы, наверное, не было столько подписчиков. Я как-то, наверное, была бы зашуганной, запуганной. У меня в пятом классе были немножко сросшиеся брови. И у меня как бы был страх начать их выщипывать. Как бы у нас по традициям, по идее, раньше, да, были такие традиции, что до свадьбы нельзя брови щипать. Такая традиция есть. В общем, у меня брат такой взошел ко мне и говорит, и что, ты долго будешь ходить еще как чушка с одной бровью? А еще у меня была погоняла Джонни. Представляете? Кто бы знал, кто будет сейчас Джонни. Реально у меня была такая кликуха. Джонни. То есть он меня никогда Айнур не называл. А когда в школе видела своего брата, я сразу поворачивалась и думаю, блин, пошли в другую сторону. Сейчас еще закричит на весь коридор. Джонни, привет! Потом все уже, все начнут. Джонни, Джонни. Джонни. Два кусочка. Прям с кайфом. Ничуть себя не заставляю. Сейчас бы, знаете, что я хотела? Хотела бы яичницу. На сливочном масле с помидорками. Рядом консервированный огурчик. Была бы бомба. Сейчас, может, пойду забабахаю себе. На этом все. Я вас все очень-очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Обязательно подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.